Трудно увязать, значит, вот эти два вопроса, потому что одно дело, значит, ритуальное убийство, значит, на что Манси никогда не пойдут. У них были убийства, естественно, у Манси, но эти убийства были в отношении заключенных Евденлага. Это не секрет, значит, когда заключенные бежали, они, в общем-то, нападали на Мансийские деревни, на Мансийские стойбища, и там чинили беспорядок. Им надо было, ни много, ни мало, им надо было, значит, поесть и бежать дальше. И вот Манси, значит, были отряжены нашими органами для отслеживания, для поимки вот этих беглых. Совершенно точно известно всем, что зимой зэки не бегают, потому что это самоубийство, убежать зимой, обречь себя на вымерзание. Если он бежал, значит, он не имеет средств существования, он не имеет документов, он не может выйти в населенную местность, и он вынужден идти, допустим, через перевал, там, через что-то такое препятствие, значит, он же не сможет не отловить себе дичь, не добыть питание. То есть это обречены люди, и они никогда зимой не бегают. Когда посмотрели палатку нашли, там все документы были в порядке, все деньги были в порядке, небольшая часть продуктов, которые они взяли с собой на восхождение, все было в порядке, амуниции, лыжи, все было на месте. То есть надо исключить сразу же вот это нападение, поскольку для беглых заключенных именно важно транспорт, лыжи, то есть они бы и палаткой воспользовались, и спальными мешками, и продуктами тем более. Вот этого же всего не утащишь. Деньги, особенно, и документы для них очень важны. Все было на месте. Так что эту версию сразу убираем. Идеи разные, гипотезы разные о том, что это не то, все это не было. Во-первых, беглых заключенных туда сбежать невозможно, туда добежать было невозможно. В зимнее время, понимаете, в телогрейке, по такому снегу, по колено, невозможно это сделать. Это такая чушь, которая невозможна. Если заключенный не успевал бы отбежать от лагеря километр, как там в тревогу поднимали, там болото кругом, и вертолеты в воздух, и солдаты, и собаки, это невозможно сделать. Убежать невозможно. Можно только добежать до вокзала, к тому товарному поезду прицепиться, залезть в угольный вагон, уехать, но на перевал Детлова добежать невозможно. Поэтому эта версия, она наиглупейшая. И версия о том, что там какие-то ханты или манси убили их, это абсолютно дружелюбный народ. И ханты, и манси, они дружелюбный, безвредный совершенно народ. Безвредный совершенно народ. Они не могут убить человека просто так, понимаете, и ни за что. То есть, если бы они грабить пришли, эти ханты и манси, то может быть, да, и то вряд ли. Тем более ничего не взяли. Да, поэтому говорить о том, что, ну ведь палатка даже разрезана изнутри, это экспертиза показала. То есть, они через разрез этот выскакивали. Ну, при чем тут ханты и манси, понимаете? При чем тут беглые зэки? Даже если бы это было так, ну, в палатку бы проникли там убивать, но они же резали палатку, не выскакивали в нее. Значит, что-то было такое, что подвигло их на такие какие-то вот спонтанные, конвульсивные, я бы сказал, решения. Вот понимаете, что такое разрезать палатку в то время, как есть выход из палатки, понимаете? То есть, надо было мгновенно из нее выскочить. То есть, предчувствие какого-то страха или чего-то внутри этой палатки уже было такое. Внутри, не видя, что окружает тебя, что человек вот в этом состоянии страха пришел в этом замкнутом пространстве, не видя, что происходит внутри. Это был должен быть либо какой-то чудовищный звук, либо какие-то чудовищные вибрации, либо что-то такое, что его повергло вот в это состояние. Поэтому вспороть палатку и выскочить из нее, нужно было чувствовать, что наружу что-то настолько опасное. Конечно же, это никакие ни зэки, ни ханты, ни звери, ни медведи, все это чушь собачья. И в нашей же палатке жил следователь Иванов, который вел это дело, так сказать, ими его фигурирует во всех воспоминаниях о исковых работ и организации этих работ. Вот. Я хочу сказать, он полностью недоумевал, что, как и все мы, никто ничего не мог понять, объяснить, почему они выбежали из палатки. Потому что палатка была разрезана, и Иванов меня, когда мы прилетели туда, во втором заходе уже, первая та группа их 26-го числа обнаружила, а я появился там 6-го марта. Следы, о которых много говорят, были на месте, их старались не трогать, и поисковики тоже избегали. Они тянулись метров 70-80 от палатки, потом они исчезали, потому что там совершенно обледенелое уже место было, и, видимо, сдуло снег полностью, или его даже там не было в тот момент, когда они бежали. И это следы не в новинку нам были, потому что в предыдущих походах мы часто такое замечали, когда вдруг натыкались на следы даже животных иногда, которые столбиками стояли, потому что примятый снег, и потом из него выдувают, и эти столбики стоят. И вот мы вместе с ним гадали, по сути дела, недоумевал он, что же произошло. Он спросил, есть ли среди вас кто-нибудь, кто ходил вместе с этими ребятами в поход? Оказалось, что я был единственный человек, который с ними со всеми ходил. И он тогда стал мне показывать всякую, ну, амуницию, будем говорить, и вещи, мог ли я что-то узнать. Но там определить, чьи это ботинки, или чья это обувь, и там валенки, и так далее, это было очень сложно, понимаете. А вот палатку я сразу сказал, это наши, вот даже дырочки, которые прогорели от нашего костра, мы их так и не зачинили, а некоторые потом стали говорить, что это расплавленный металл там с неба летел. Вот такие версии были. Протоколы пишут, что у четверых, значит, там все травмы, несовместимые с жизнью. У пятерых, значит, тоже были травмы, но как бы с ними они еще могли двигаться. Вот, ну, совсем без травм людей не было, потому что даже Слободин, которого нашли, значит, ну, вот буквально в феврале месяце, вот, он занимался в спортсекции бокса. И вот у Слободина была сбита кожа на косточках, то есть наверняка они все-таки дали бой. Они, значит, не сдавались, то есть они оказали сопротивление. Может быть, это послужило их такой трагической кончиной. По каждому погибшему, значит, судмедэкспертиза проведена, значит, и в конце этой экспертизы там взяты органы на анализ, но результаты гистологического анализа были скрыты, спрятаны, изъяты из лаборатории гистологического анализа сотрудниками спецслужбы. И в уголовное дело не попали. И вдруг вот в один день, где-то числа 10 марта, ну, я точно не могу сейчас гарантировать эти цифры, но через несколько дней, когда мы возвращались через перевал обратно к Ауспии, где был базовый лагерь, где мы жили, и вдруг летит вертолет, выскакивают вертолетчики и говорят, зовите, связь почему-то нарушилась, радио, зовите его, его вызывают в Свердловск. Мы спустились к нему, говорим, вот там вас ждет вертолет, ну, он нехотя собрался, слушайте, столько дел, вот придется сорваться с места. Но вернусь, продолжим наши разговоры, продолжим наши разговоры. Он улетел, и больше мы его не видели, и ни одного человека к себе не подпускал. И потом это у него все и написано в его мемуарах, как его вызвали, и вот этот Окишев, о котором я уже вам рассказывал, сказал, что его вызвали в Москву, и запретили ему там на эту тему вообще с кем-то общаться и говорить. Более того, прилетел заместитель генерального прокурора РСФСР Ураков, забрал дело, и в деле это написано, что они погибли от неодолимой силы. Что за неодолимая сила? А Ураков им сказал, ну, вы придумайте что-нибудь, чтобы в деле было написано, почему они погибли. И Окишев так и написал, и это можно найти в интернете, это не моя выдумка, это сейчас достояние общественности, эти слова. Так вот, я хочу сказать, что я сам свидетель того, что до этого момента он был дружелюбный, общительный Иванов, а с этого момента... Я-то какая-то пешка был, я же маленький, как говорится, был, мне всего 21 год был, и там были более опытные туристы, тот же Сагрин, тот же Масленников, Евгений Поликарпович, который, значит, говорил, что... Тоже говорил, что лоббина здесь нет, и выяснял, какие могут быть здесь причины. В конце каждого судмедэкспертизы, значит, было написано, что смерть насильственная, запятая, замерзание. Вот такая формулировка. Смерть насильственная. То есть судмедэксперт не мог поступиться этим главным выводом, который был очевиден. У нас есть показания Каратаева, который начал это дело, а потом передал Иванову. Владимир Иванович Каратаев, это молодой следователь, он как раз был там, в Ивдерлаге, и он отмечает, что было давление со стороны партийных органов. Вплоть до того, что прекращайте дело, мы знаем, что тут произошло. Иванов для того, чтобы спокойно дальше жить, придумал такую формулировку, что студенты встретились с препятствием, сопротивляться с которым были не в состоянии. Эта формулировка не новая, он ее не придумал, он ее взял просто из римского права, что там действительно есть такие условия, преодолеть которые не в состоянии. Эта формулировка естественная для ее спренденции, она применяется. Но в данном случае есть эти факты, которые он игнорировал. Вот четверых последних нашли уже в мае, 5 мая, которые изуроданы до невозможности. И он ведь их никак не описал. Он закрыл на них глаза. Дело закрыл, по сути дела, до исследования вот этих вот изуродованных людей. Ходят такие версии, которые, что якобы они, ну просто раздражают это, что они, у них были любовные ссоры там какие-то, что такое. Роман Дятлова сказал, да, да, да. Я всегда, и многим сейчас поколение молодежи не понимает, как это в одной палатке могут спать мужчины и женщины. Вот в походе, я вам прямо говорю, как у нас было. В этот момент, вот я же рассказал, как мы ходили, какие женщины тут, какие мужчины, есть участник и участница, и все. Вся разница, потому что мы все в одежде, это там одел все на себя, что только мог. Тесно прижались друг к другу, хоть как-то согреваться. И в это время такая усталость берет, что мгновенно засыпаешь. Но там в этот момент не было, не могло быть ничего такого. Это потом, во время подготовки, а потом, когда вернулись, да, тут, пожалуйста, тут нормальная обстановка, тут они могли ссориться, могли любить. А тут должна быть дружба. Это командный вид спорта. Это командный. Потому что цель одна, и только любая ссора – это провал. Это такие случаи бывали в походах, когда люди неправильно себя ведут, ссорятся, даже расходятся в группы. Это бывало такое. Но в этой группе, я знал всех этих людей, это просто не могло быть. Продолжение следует...